Друзья, всем привет! У меня сегодня в обзоре трек 20-го года, это Marlin V. Многие из вас напишут плохие комментарии, типа, он стоит 590 долларов, и у него стоит сзади трещотка и многого такого. Те, кто не знают, что такое трек, что вообще-то за бренд и для чего он нужен, лучше, наверное, даже не комментить, потому что все, кто ездит на Ardis, Pride, каких-то Cyclone, Winner'ах, напишут, что у них там Winner намного круче. Если вам нужна оборудка, а не рама и технологии, геометрия и все остальное, то можно взять что угодно. Если вам надо что-то реально хорошее, то нужно смотреть на нормальные бренды. Из нормальных брендов один из них это трек. Это велосипед с большой историей, с технологиями, и вообще это как покупать себе там Jeep Wrangler, Land Rover или типа такого. Это имя в первую очередь. Итак, начнем. Это почти самый нижний сегмент из трека, ниже его только Marlin 4. Вот так это все выглядит. У меня он в черном цвете. Вот полностью у нас проводочка. Есть также окошко дополнительно для того, чтобы поставить себе дроппер. Да, на этот велосипед в самой минимальной комплектации можно поставить дроппер. Здесь установлено, как я и говорил, сзади 7-рик. Это трещотка, это не кассета. Сзади установлен самый обычный турней. Да, навесное. Печальное. Это самый низ. Ниже уже, наверное, ничего нет. Ниже можно было шестерик поставить. Втулки здесь установлены формула на насыпных подшипниках. И передняя, и задняя. Втулки на эксцентриках. Этот вел идет без осей. На осях идет уже прокалибер. То есть, этот у нас идет начальный уровень. Но рама уже с внутренней проводкой. Уже закос под агрессивный стиль езды. Передний треугольник здесь уже идет длинный. Не так, как раньше у Марлина он был. Короче, он был. Сейчас он сделан для того, чтобы уже катосить трейл. Руль вынос они уже установили 31.8. Раньше был трек 3500 у самой нижней линейки трека. Там устанавливали руль. Тонкий 25.4. А сейчас это 31.8. Широкий, хороший руль. Для того, чтобы хорошо где-то ездить по лесу. И вам было удобно управлять этой махиной. Потом здесь установлены уже хорошие, мощные покрышки. Bontrager XR2. Это 29 на 2.2. И хотел напомнить, что трек, как и любой нормальный, уважающий себя бренд. Не делает там размер XS и S на 29 колесах. У них, если это XS, S, рама, размер. То это будет 27.5 колеса. А все, что начиная с M и выше, это будут 29 колеса. Это очень правильно. Потому что велосипед с размером рамы XS или S на 29 колесах смотрится печально. И также, если это будет велосипед в размере XL, 2XL и 27 колеса. Ну, такое. То есть, они это все продумывали и думали мозгом и головой. Также здесь уже установлен хороший толстый штырь, гологол. Ну, и, как я уже говорил, можно установить сюда дроппост для того, чтобы уже, ну, валить как-то уже по-серьезному. У меня когда-то был Marlin 5, и я его апгрейдил. Я поставил туда RockShox вилку, SLX тормоза. Сзади у меня был DCT Rig. Тогда еще на 12 не было скоростей. И у меня это вышла пушка с Marlina 5. Единственное, только рама Marlin 5 была. Вот. Этот вилк, кстати, сейчас у моего товарища. Он на нем уже очень много наездил. И счастлив. На тот момент такой рамы красиво не было. Я бы, честно, если бы тогда был такой Marlin 5, я бы, наверное, до сих пор и оставил. И даже за счет дроппоста это было бы уже намного веселее. Потому что без него, когда у тебя у вас обычный штырь вот такой вот, но катать где-то агрессивно очень сложно. Постоянно приходится, если где-то вы хотите попрыгать, там, агрессивно покатосить, то вам придется опускать штырь вниз. А потом, когда вы хотите где-то уже вкрутить, поднимать его, останавливаться, поднимать. То есть, это большой геморрой. Сейчас штыри не такие уж дорогие. Там можно где-то до 200 долларов взять хороший штырь, поставить, и все будет круто. На раме присутствуют два держателя фляга под фляжник, насос. Также, повторюсь, как в прошлом видео я говорил, уже жду, чтобы снизу начали делать крепления для бардачков. Это будет следующее, наверное, что в этих велах начнут делать. Многие из вас кричат, что сварные швы здесь вот такие вот агрессивные, не заполированные, как у них на каких-то китайских велах с Алиэкспресс. Но я думаю, это все не просто так. Когда я буду когда-нибудь общаться с менеджером, или, возможно, повезет мне, я буду на заводе трек, я у них спрошу, почему вот так. Я думаю, им ничего не стоит их заполировать, но, зная из своего опыта сварки, если заполировать шов, то ты его ослабляешь, и в том месте он может треснуть. Может быть, из-за этого. Может быть, еще по каким-то причинам пока что я не нашел ответ на этот вопрос, почему на некоторых крутых брендах вот такие вот, грубо говоря, как для вас ужасные швы. Для меня, наоборот, это круто, я не хотел бы заполированный. Вот это вот именно по-мужски, брутально, вот как мой бомбтрек сейчас, там заварено перо, и мне это нравится, я не хочу там это закрашивать, еще что-то. Оно там ржеет, наоборот, круто, оно все равно там не прогниет. Так же здесь, это выглядит реально, ну, круто. Если бы здесь было заполировано, оно бы как-то для девочек, как-то так. Тормоза на этом велосипеде установлены тектра, гидравлика. Спереди они установили уже 180-й ротор, сзади установлен 160-й. 180-й они устанавливают для того, чтобы торможение было у вас эффективнее намного. Потому что, как я и уже говорил, этот велосипед уже идет с закосом, что вы уже как бы шарющий велосипедист. Вы не купили просто так что-нибудь покататься по набережной. А вы уже хотите кататься по лесу, у вас немного денег, вы хотите взять вел для того, чтобы его можно было апгрейдить. Вот эта рама как раз для того, чтобы ее можно было апгрейдить в дальнейшем. Шатуны, как и вся система, здесь установлены на начальном уровне. Это торный, каретка под квадрат, но она на картриджах, на промышленных подшипниках. Педали здесь довольно хорошие. Это ВПшки с плоской платформой, даже с какими-то пластиковыми шипами. Но, если будете апгрейдить, я бы вам советовал брать Race Face Chester с железными шипами. И тогда, когда у вас будут мокрые кроссовки, будет болото, у вас будет хороший держак на педали. Также здесь присутствует передний переклюк на три скорости. Но это, наверное, то, что я бы сразу как покатосил, понял, что это мой вел, я хочу на нем кататься, я влюбился. Выбросить полностью всю систему и поставить сюда какой-то NX. Вот SX я бы не сильно советовал с RAM, а вот NX это будет круто. Выше NX там смысла немного, а NX это классно. Также на этом велосипеде есть крепление под багажник. Раз, два. Также есть под подножку родную Bontrager. Ну или же что-то, что подойдет здесь по размеру, по стандарту. Как правило, стандарты у них стандартные. Ход вилки здесь 100 мм. В принципе, этого хватит вам для леса. Если в дальнейшем поставить сюда какую-то воздушку, маниту или же RockShox, то все будет очень круто. Я себе поставил RockShox и мне ее хватало даже в горах. Ну не прям так, как эндуро какого-то вела, но мне ее хватало. Я немножко подздувал ее и все было окей. Обода здесь двойные, не пистонированные. На них не написано, что это Tubeless Ready. Будем их считать не Tubeless Ready. Ну, как показывает практика, вы можете поставить на обычный обод покрышку уже Tubeless Ready. Покры здесь тоже не Tubeless Ready. Сиденье здесь Bontrager. Такое узковатое для того, чтобы именно катосить. Катосить по трейлам, катосить в лесу. То есть не ездить на дальние расстояния. Для этого вам нужен будет взять Brooks. А катосить именно по назначению. Грубо говоря, этот вела уже предназначен для какого-то начала спорта. Грипсы здесь с замками, с одним замком. Грипсы Bontrager. Они идут эргономичные. С поддержкой кисти. Для того, чтобы у вас не забивалась рука. И чтобы было все окей. Рулевая здесь WP на насыпных подшипниках. В принципе, если ее перебирать два раза в год, если вы активно катаете, то ничего проблем никаких не будет. Зачастую сверху здесь все окей. Но на рулевых с насыпными подшипниками, и не только насыпными, сверху здесь вот забивается немножко песка, грязи. И могут быть какие-то там минимальные хрусты. Но для этого проще всего поставить здесь крылышко. Можно взять вот такого плана. Можно его сделать просто с какой-то папки. А можно купить какое-то хорошее, типа RockShox, Merida бывает. И здесь вы его устанавливаете. Сейчас покажу примерно как. Вот так вот примерно оно установится на хомутах. Держится оно хорошо. И здесь уже, в принципе, рулевую вам ничего лететь не будет. И будет все окей. То есть, такая вот обычная штука. И, друзья, вес этого велосипеда в такой комплектации, в размере L, идет 14,3 килограмма. Да, это немало. Но помним, что тут самая обычная оборудка. Здесь идет все на Альтусе. Идет обычная железная вилка Santurk CE. Она не масляная, она не воздушная. Просто стальными ногами. Самая банальная. И трек Marlin, как каждый год у трека, он идет в нескольких цветах. Marlin 5 идет в трех цветах. Черный цвет, который у меня в обзоре, это самый, в принципе, популярный, самый продаваемый цвет. Потому что все у нас практичные люди берут черный цвет. Но, как по мне, как по моему велосипеду трек Roscoe, мне нравится вот зеленый. Он у них называется Teal Green. Он ближе как к синему, но это называется зеленый цвет у них. Я считаю самым крутым. И есть у них еще желтого такого цвета. Тоже очень неплохой цвет для этой модели. Так что трек позаботился о том, чтобы вам угодить и сделал вам в трех цветах, в принципе, эту модель. Друзья, я хотел напомнить, если вас заинтересовал этот велосипед или какой-либо товар из магазина ЯБайкер, у меня есть промокод ALEKS, минус 7%, пользуемся. Друзья, и если понравилось вам это видео, было для вас полезным, ставим палец вверх, подписываемся на мой канал. И до скорых встреч. До новых встреч.